Итак, друзья, добрый вечер, ну или еще такой денек. Уже светает, то есть темнеет поздно, светло еще, поэтому можно считать, что день. Хотя, в общем, холода и мороз. Ну, в общем, мы с вами будем говорить про то, зачем нужно знание, допечатание, подготовка к дизайну. Вопрос для многих неочевидный. Ну, то есть я рискну предположить, что собрались мы здесь с вами именно потому, что в нем нету абсолютной ясности. Понятно, что многие, кто собираются приходить сюда в специалист на курсы допечатанной подготовки или каких-то смежных дисциплин, они, естественно, ну, тем более по временам, когда коммерческая, так сказать, целесообразность является очень важным фактором, определяющим, насколько вообще люди куда идут учиться, чему идут учиться. В этих условиях понятно, что очень важно понять, действительно, ну, нужно это все или нет. Я вам честно скажу, что я сам когда-то был юным дизайнером, который понятия не имел о том, что такое вообще допечатанная подготовка. То есть в какой-то момент однажды мне сказали, что есть, оказывается, такая область знаний, я был потрясен и с большим изумлением узнал, что я чего-то не знаю. Ну, раз уж я себе упомянул, я скажу два слова, что у меня красновский. Дмитрий Валерьевич, я здесь в специалисте преподаю много вот разных курсов, касающихся процессов, связанных с полиграфией и дизайна рекламы, как, наверное, знаете, есть у меня такой курс, который я сейчас переделываю, я думаю, что он будет называться скорее дизайн фирменного стиля, потому что реклама довольно узкая, все-таки понятие, а курс, он такой довольно широкий. И есть курс полиграфического дизайна у меня такой, здесь прямо такой и называется. Есть курс по визуальным коммуникациям и дизайну, это вообще все, что связано с изображением. Есть курс, собственно, фотошопа и курсы для печатной подготовки. И вот в свете того, что скоро стартует очередная группа, ну, отчасти в связи с этим, отчасти в связи с тем, что этот вопрос мне вообще представляется в принципе важным, я вот решил сделать такой небольшой вебинарчик, да, и для присутствующих семинарчик на тему, действительно, зачем нужно это самое знание. Значит, у нас наш вебинар бесплатный. Наш вебинар, я думаю, вы понимаете, что он, в общем, не предполагает каких-то серьезных откровений, да, а скорее это именно такой ответы на вопросы, знакомство с проблематикой вообще. Вот, у нас продолжительность всего 45 минут. Но я хочу обратить внимание, что уважаемых вебинаристов, которые к нам подключаются все больше и больше, всем доброго дня, что уважаемых очных, так сказать, участников, что если у вас есть какие-то конкретные вопросы, да, ну, понятно, что бывает люди приходят там вот с определенным набором знаний, то есть представления или потребности узнать что-то, да, вы, пожалуйста, имейте это в виду, что я обязательно в конце оставлю время для того, чтобы мы могли обсудить именно вот те вопросы, которые у вас касаются. Поэтому мой рассказ, тем более, будет, в общем, довольно коротенький такой, да, общий. А, уважаемые вебинаристы, вы, соответственно, можете ваши вопросики прямо даже писать и оставлять в чате, я их потом посмотрю, отвечу, да. Ну, то есть, я имею в виду, что не надо специально ждать последних там двух минут, да, для того, чтобы что-то задавать, что-то обсуждать, а можно прямо задавать вопросы сразу в письменном виде. Итак, зачем действительно нужно знание печатной подготовки? Так вот, мой опыт ранний предполагал, как, я уверен, многие дизайнеры в этом смысле времена абсолютно не меняются, по моим наблюдениям, люди начинают заниматься дизайном, люди изучают фотошоп, люди устраиваются в разные фирмы работать, причем часто устраиваются, как это часто бывает, там, знакомый попросил, да, там, знакомую какую-то фирму, и говорят, вроде бы, я слышал, ты знаешь фотошоп, да, и это уже для несведущего человека является олицетворением какого-то высшего совершенно знания. И со мной было то же самое, я когда-то занимался рисунком, я когда-то занимался мультипликацией, занимался разными вещами. Ну, ради справедливости, надо сказать, что у меня папа по профессии художник-иллюстратор, художник-график, слова дизайнер тогда не было, а он занимался, в общем, книжной и журнальной иллюстрацией, работал в журналах, в общем, работал, знаете, вот по классической технологии, гранки, там, вот эти вот, вычетка текста, вот эти вот все, такой запах вот этой типа краски, я с детства помню. Ну, это я просто к тому, что я с графической, так сказать, ну, с художественной точки зрения более-менее как-то себе представлял, как вообще рисуют, что такое вообще рисунок, что такое иллюстрация. И точно так же, как мальчик любопытный, я вот занимался мультипликацией, занимался одним, другим, пятым, десятым, учился во ВГИКе, занимался режиссурой и попутно, конечно, изучал компьютер, узнал, что, значит, есть такая одна, это было далеко не сразу, мне просто один, сказали, что, значит, есть такая вещь, которая называется компьютер, на которой что-то можно делать, значит, из такого вот художественного. Потому что, ну, я для себя всегда до этого считал, что, ну, нарисовал художную картинку, там, тушью, пером, отдал куда-то, ну, и где-то какие-то люди, там, ее фотоспособом объясняли, вытравили, знаете, пластину на металле, да, ну, как бы штамп сделали по форме этой моей картинке. И, в общем, я понимал, что, ну, где-то так же примерно все осуществляется с буковками, да, то есть буковки набрали, значит, кто-то там сделал металлическую форму, напечатал, и дальше оно напечаталось. И, в общем, дальше этого мои представления не шли, как у, я уверен, подавляющего большинства людей. Дальше возникло знание, там, фотошопа какого-то, худо-бедно. Дальше возник знакомый, ну, как всегда обычно, которому нужно было сделать визиточку, он слышал, что я, значит, это умею делать, я ему визиточку эту сделал. Дальше больше. И вот дальше, понимаете, на пути, опять же, я повторю, я это сейчас воспроизвожу, чтобы вы понимали, что я не то, что, знаете, мне платят за какие-то правильные слова, которые я буду говорить. Я рассказываю то, что вот я сам знаю и что, я уверен, созвучно очень многим. И в какой-то момент однажды в моей жизни возникла такая фраза, когда мне один из знакомых, там, которому делал очередную визиточку, или какой-то, я не знаю, там, буклетик, ну, какую-то ерунду, да, листовочку там, рекламную, который мне сказал, он сказал, а ты знаешь, мне сказали, что вот когда я буду им отдавать эту картинку, нужно, чтобы она была, и так, заглядывая в бумажку, человек говорит, 300 ДПИ, или ДПА, или вот мне сказали, что вот это должно быть. Ты вот сделал мне вот, чтобы у меня вот так было? И я к своему стыду понял, что я просто, я не понял, что имеется в виду, да, потому что я знаю, естественно, что картинка в пикселах, и я слышал, что там какой-то должен быть определенный размер, ну, это я понимаю, но что вот это имеется в виду, что он говорит, только предупредили, чтобы там не 175 и не 150, а именно 300 этих самых ДПА, и что это такое, полнейшая загадка. Ну, и понятно, и так далее, да, то есть возникает огромное количество представлений, потому что вот про эти 300 ДПА обычно люди вначале узнают от своих, так сказать, первых заказчиков, потом они узнают, что есть такая штука, которая называется ЦМИК, а не РЖБ, правда? РЖБ такая милая вещица, сидишь в фотошопе, рисуешь, говоришь, сознать новый документ, не спрашивают, РЖБ, ну, конечно, РЖБ, ну, потому что, а что еще? Да, и в голову ничего не приходит больше. Потом выясняется, что ЦМИК, и главное, что ЦМИК, когда выбираешь, оказывается, что он довольно неприятный, потому что цветов там меньше, цвета блеклые. Картинку, когда из РЖБ в ЦМИК преобразуешь, она получается, сказать, мерзкая. Ну, и так далее. В общем, вот этот комплекс проблем возникал у меня не сразу и не с первого раза. И сначала были, значит, 300 DPI, потом ЦМИК, потом такие слова, как там без компрессии, да, вот тоже они часто возникают в практике, а потом еще там или там с ЛЗВ компрессии, а потом обязательно ТИФ, чтобы он был, да, без слоев. И даже и понеслось, да, а потом вот эти вот шрифты надо перевести в кривые и надо проследить за тем, чтобы, ну, это уже где-то там в третьем-пятом году практики возникает еще одна совершенно чудовищная фраза, когда говорят, нужно, чтобы сумма красок была 280%, что вот это такое, это уже просто ставили в тупик полностью, да. И меня это все время вставило в тупик полностью, поверьте, это я сейчас такой гордый, что это все знаю, могу сам объяснять, да. И был момент, когда я просто реально не понял, что от меня требуется. И как многие дизайнеры, вот я вот просто мысленным взором пронзая вебинар, вот у нас сейчас уже там 13 человек, вот я точно знаю, что обязательно есть среди дизайнеров тот человек, которому такие вещи, когда говорят, он сохраняет макет и думает, в типографии разберутся, сделаю вид, что я не заметил, что я вот вы улыбаетесь, я знаю почему. Потому что это нормально, это понятно, с любым дизайнером это происходит. Звонишь судорожно в два часа ночи, по своему дизайнеру человеку, который сует на пару годов больше, вроде, ты знаешь, слушай, старик, что ты вот это все знаешь? Он говорит, ну я не знаю, там мне вот сказали, я обычно просто сдаю, а если в типографии там просят что-нибудь сказать, ну тогда я говорю, ребята, я не знал, или я болел, или у меня компьютер в один момент сломался. В общем, короче, от маски каких начинается, да, и вот этот комплекс, огромный такой комплекс проблем, он накапливается, неизбежно совершенно. И однажды в моей жизни случился еще целый ряд проблем, потому что, ну может быть, кто-то еще и не сталкивался, слава богу, но однажды, поверьте, такое тоже может быть, однажды я работал в издательстве, в американском представительстве, ну уже работал я дизайнером, вполне себе в фотошопе, в иллюстраторе, в Корреле, я рисовал запросто, и делал макеты разной степени сложности, мы уже взяли в московское представительство крупной американской компании, в качестве, у нас было трое дизайнеров, и вот мы работали, все трое благополучно совершенно, и вдруг однажды нам собаку от микрофона, ну тут нету собак, тут все, я один, просто, а, это Ирина, это, наверное, просто из слушателей, будьте добры, слушатели, если у вас есть микрофоны, пожалуйста, выключите их, потому что, видите, они гавкают, ну в смысле не они, а собачки, бывает, что еще дети весело бегают и тыщут пальчиками, спрашивают, а что это ты, мама, тут делаешь около компьютера, в общем, позабудьте, пожалуйста, чтобы у вас микрофоны были выключены, чтобы это не мешало окружающим, спасибо, если будет так не очень хорошо с этим, вы мне скажите, я, у меня есть такой специальный инструмент, я тут могу волевым усилием выключить все микрофоны, имейте в виду, я просто добрый, я же не делаю, полагаясь на самосознание. Ну так вот, у меня была ситуация, когда мы работали вот в этой самой конторе, и однажды я пришел на работу, и так выяснилось, что у меня один, значит, партнер, дизайнер был в отпуске, а второй куда-то опоздал, и нам позвонили из Америки, наши непосредственно владельцы этой нашей конторы, и сказали фразу, которая у меня, вот это был действительно настоящий шок, потому что, опять же, до этого я еще как-то отмазывался, я мог считать, что я еще юный дизайнер, что я там что-то не знаю, но тут я уже назвался груздем, я полез в кузов совершенно отчетливо, я сказал, что, ребята, да вы что, задаете мне дурацкие вопросы, здравствуйте, заходите, конечно, за эти дурацкие вопросы про ЦМИК и 300 DPI, кто этого не знает, я уже целых два года, как, да, там вот эти все макеты делал, и тут мне говорят, ну окей, вы тогда нам, пожалуйста, пришлите в пасскрипте, вот весь макет журнал, то есть это вот каталог, который вы делаете, в пасскрипт файл, вышлите нам, пожалуйста, и вот тут я понял, что черт, я как-то сильно погорячился, потому что это было для меня очень страшно, и как, опять же, я уверен для многих, кто, может быть, слышал про эту историю, и я пытался звонить своим друзьям, и так получилось, что у меня из друзей тоже никто не знал, ну то есть я говорю, о, старик, слушай, ну тебе не повезло, это круто, это там надо, в общем, что-то куда-то залезть, и дальше было очень страшно, я был вынужден взять больничный, заболеть, я сказал, что, вы знаете, я заболел, когда я малодушный, когда второй человек пришел, который, как я слышал, был более храбрый, и он, значит, что-то там вывел, какие-то кнопки нажимал, я даже не смотрел, какие кнопки, потому что было слишком страшно. Друзья, это, собственно, к тому, что это неизбежно, к тому, что если вы назвались дизайнером, если вы даже начинаете работать с дизайном, вы неизбежно столкнетесь, здравствуйте, заходи, присаживайтесь, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью отвечать на все эти вопросы, это совершенно естественная такая вещь. Если говорить совсем вот так вот, серьезно и честно, то этот вопрос, зачем нужно знать допечатанной подготовки дизайнера, он, в общем, довольно бессмысленный. Именно, ну, сейчас я это могу уже сказать с высоты вот какого-то своего понимания, своего знания, именно потому что дизайнер, не знающий допечатанной подготовки, он, в общем, ну, как бы и не вполне дизайнер. Простите меня за такую прямоту. И причем я это не то, что говорю, что это вы вот там еще такие вот, а я вот такой уже мастер. И я тоже всего не знаю. И более того, из 25 лет, там, 30 своей профессиональной практики я был очень нахальным, очень долгим таким, знаете, большим авантюристом очень долгие годы. Поэтому, если говорить совсем серьезно, я получил систематическое представление о допечатанной подготовке, вот они, знаете, как вот сложились, что называется, в какое-то цельное представление. Последние, ну, наверное, лет пять, вот если говорить совсем-совсем честно. Причем они сложились тогда, когда я начал здесь вести курс допечатанной подготовки. У меня до этого была, естественно, практика. Да, естественно, я готовил макеты от печати. Что-то я знал и про кресты приводные, и в типографиях я был, да, и где-то там понимал, что такое спуски полос, и там со временем из разных вот разрозненных источников, вы знаете, мальчики, они же вообще, в принципе, не любят учиться систематически. Не случайно на курсах большая часть девочек, потому что редко какой мальчик может признать, сказать себе, да, я этого не знаю, я приду и получу это систематически. Мальчикам это очень сложно делать. Я в этом смысле был такой типичный мальчик. Мне проще было конючить у друга там за бутылку пива, с ним просидеть ночь, слушать его дурацкие анекдоты, чтобы под утро он включил комп и показал мне пару кнопок, которые нужны. Ну, потому что у меня с этим проблемы систематическим обучением. И поэтому я вот таким образом все это старательно узнавал. У папы что-то пытался узнать и узнавал, и он на что-то рассказывал. То есть проблемы были у меня всегда. И, в общем, когда я только начал преподавать уже это все систематически, я когда начал в полиграфическом институте преподавать, это еще нахальный и циничный, но когда меня пригласили преподавать полиграфический институт, я подумал, кажется, пора уже это все знать. Да, и вот это было просто уже неловко. И мне уже представляют, вот Дмитрий Валерьевич, он 20 лет у него стал же, я думаю, боже мой, как они заблуждаются. И у меня были вот эти, знаете, у меня было много сведений, очень разроднено. И я их начал, собственно, систематизировать. И если говорить совсем, опять же, честно, просто какой-то вечер откровений, получается, если говорить совершенно честно, я был поражен тому, насколько мало я в этой области знаю. Я был поражен тому, насколько разрознены вот эти вот отсутствие систематических знаний, как они мешают мне работать. Я вспомнил все свои ошибки дурацкие, которые я совершал на протяжении жизни. Я считаю себя хорошим, если честно, хорошим преподавателем, потому что я все ошибки совершал сам. Я когда рассказываю про то, что такое цвет registration, знаете, может быть, есть такой цвет черненький, да, такой, который называется registration, он в иллюстраторе присутствует, знаете, да, вот здесь вот, когда у вас мы свочи, да, палитра свочи, ну, здесь его, в принципе, нет, но если вернуть стандартную палитру, да, снять новый, новый пустой документик, принят, выберем, ну, не важно в данном случае, какого он будет размера, вот обычный пустой документ, и вот здесь у нас есть такая штучка, видите, называется цвет, называется registration, такая маленькая, смешной такой прицельчик, да, но можно догадаться вообще, зачем он нужен, да, потому что вот этот вот registration, вот этот вот прицельчик, это метки приводные, так называемые кресты, с помощью которых полиграфисты, когда печатают, да, полноцветные издания, они по ним совмещают печатные формы, я это знал, ну, вот чисто теоретически, я знал, что вот это вот все существует, да, так вот, это я просто к тому, что когда вот эти вот все вещи я еще не знал, я цветом registration делал макеты, что было, что совершенно недопустимо, потому что registration, это чисто исключительно строго технологический цвет, одна из грубейших ошибок, да, попытка сделать им, что-нибудь в макете, а я это делал, потому что, опять же, был нахальным, был очень любопытным, я думал, что сейчас я сделаю вот registration какую-нибудь красивую такую плашечку, да, макет мой придет в типографию, да, вот такой вот, какой-нибудь красивый, на него посмотрят профессионалы, подумают, ах, какой опытный человек, вот никто не делает, а он, наверное, умный человек, знающий, боже мой, как я был далек от истины, я был, вот знаете, вот прямо противоположный от истины, то есть я вспоминаю, мне до сих пор это стыдно, потому что они смотрели, я думаю, показывали ему макету, посмотрите, он цветом registration сделал макет, да, что делаете, здрасте, если вы к нам, то заходите, а если на 6 часов, то это не, что здесь интересно, будет 6 часов, мы еще здесь будем болтать, вот, то есть, это просто пример того, да, что незнание вот этих вещей, да, оно приводит к чудовищам, на самом деле, последствиям, я вам скажу еще одну вещь, которая тоже была у меня в голове, которая, я тоже думаю, есть у многих дизайнеров, они говорят, ну, я же вот, например, не знаю до печатной подготовки, а между тем уже целых, там, 3 года, допустим, делаю макеты, и вроде бы меня никто же не съел, все же не выгоняли с работы, но вы знаете, это происходит, я вам объясню, как это происходит, это сидит в типографии усталый человек, гибритый, который пьет уже четвертую кружку кофе за день, да, ему приходит очередной макет, и он смотрит на этот макет совершенно таким потухшим, усталым взором, он говорит, так, ну, это РЖБ, опять очередной раз, люди не понимают, что это все печатается ЦМИКом, поэтому они все сделали в РЖБ, мало того, что в РЖБ, они еще внедрили цветовой профиль, несмотря на то, что у нас на сайте в типографии написано, не надо внедрять цветовой профиль, он смотрит и думает, наверное, это какая-нибудь милая девочка, или там милый мальчик, который в этом ничего не понимает, ну, вот что сейчас я ему буду звонить, вот что сейчас я ему скажу, слушай, ну, давай в ЦМИК, ну, зачем мне вот это нужно зануться, мне завтра сдавать в номер, 25 таких людей, между прочим, и что я каждому буду звонить и учить его уму-разуму, мне за это денег не платят, это я вам клянусь, потому что я в этой роли тоже работаю, человек, который сидит в журнале, я работал не в типографии, я работал в журнале «Новое время», и в нашем журнале «Новое время» у нас есть там 96 полос журнальных, ну, там, как часто бывает, там 20-30 полос, это были рекламные полосы, да, что такое рекламная полоса, люди из каких-то контор, из маленьких организаций, местные вот эти маленькие дизайнеры, да, которые там племянник генерального шефа или там его бухгалтерша, да, там подруги, сынок, сделал какой-то макет, я же не нанимался его за бесплатно учить, да, зачем он нужен, поэтому я проще нажму там пару кнопок, и черт с ним, оно и получится, если люди это мне присылают, значит, для них это не очень важно, и то, что у них там цвет весь сползет немножко, пусть они сами разбираются, я им не учитель, а что происходит в результате, цвет действительно немножко сползает, да, дизайнер этот вот, да, конечно, Ирин, обучаю, ну, сейчас я отвечу на ваш вопрос поподробнее, да, я, вот эти вот все люди, которые сидят и делают все эти макеты, понятно, что они получают неправильный цвет, потом они говорят, ой, у нас цвет получился, неправильный, они говорят, ну, ладно, в общем, ну, некоторые шефы это вообще, к счастью, не замечают, да, а некоторые дизайнеры видят, что у них цвет не получился, и когда их спрашивают, они с умным видом говорят, ну, это у них, наверное, печатная машина плохая, извините меня, какая к чертям собачьим печатная машина плохая, это сам, я не говорю вы, между прочим, заметьте, я корректно себя веду, это просто дизайнер не понял, что нужно сделать, да, для того, чтобы цвет получился правильный, профиль определенный или не внедрить, нужно было конвертировать грамотно это из РЖБ в ЦМИК, ну, то есть сделать довольно большой набор операций, да, который нужен для того, чтобы получился нормальный, правильный цвет воспроизведения. Друзья, ну, то есть у меня много историй, много примеров того, как это нужно делать, и как это делать не нужно, но, собственно, вот мой пафос, в общем, в этом смысле очень простой, без знаний допечатанной подготовки невозможно делать нормальную полиграфическую продукцию определенного уровня. То есть можно двигаться, но до уровня верстки листовок, которые, знаете, раздаются у метро, ну, вот на этом уровне, да, можно делать, или там в какую-нибудь газету типа из рук в руки, черно-белое, знаете, там модульное объявление, там сантиметр на три, который нужно жахнуть, там в два цвета, который, естественно, сейчас отвратительно по-любому, просто типографика, газета пошивая, будет напечатана. Но как только речь заходит о нормальной, фирменной продукции, да, как только вам говорят, вы знаете, у нас есть брендбук, и мы хотим, чтобы у нас вот это было напечатано фирменными цветами, как только вам говорят, вы знаете, давайте мы сделаем там упаковку нашей продукции такую, чтобы был вот правильный цвет. У меня была одна девочка, которая приходила на курс по-допечатной подготовке, потому что она два года билась, она работала на шоколадной фабрике, она не могла получить шоколадный цвет. Это реально очень большая проблема. Шоколадный цвет, он же темный, насыщенный. Что такое насыщенный цвет? Это цвет, в котором все четыре компонента – циан, маженто, желтый, черный. И вот этот сложный, мешанный четырехкомпонентный цвет при малейшем на 1% изменении оттенка, наш глаз ведь очень чувствительен к теплым именно оттенкам. Поэтому коричневый он получается, знаете, такой чуть-чуть тошнотный, то такой немножко малиновый. А вот именно чтобы шоколадный был, он же такой очень скользкий, сложный цвет. И она пришла ко мне учиться делать шоколадный цвет, потому что ее директор уже готов был проклясть, потому что она все делала хорошо, красиво, талантливый дизайнер, фотошопом владеет, в густраторе, красивый кренделя, там каких-то снегурочек, рисовала все хорошо, но цвет просто не получался, просто что-то треснет. И такая проблема была достаточно серьезная, и она не могла ее просто решить. Я могу привести еще один пример тоже из собственной практики, который, может быть, вас тоже вдохновит. Это у меня был однажды, ну, не знаю, вдохновит ли он. Но, во всяком случае, для меня это было определенным критерием качества. У меня были заказчики с одной фабрики, которая печатала с помощью флексографии. Как вы, наверное, знаете, флексография – это тоже такая разновидность печати. Эта печать сложная, это более сложная, чем обычная сетная печать. И там свои законы, по которым надо делать макет. И, кстати говоря, я сейчас хочу в ближайшие месяц-два закончить еще один пост, который так и будет называться флексография. Это непечатная подготовка в флексографии, потому что она слишком специфична, и не хватает времени на то, чтобы рассказать, как это делать именно для флексомашин, для флексопечати. А специфика там своя невероятно специфична, я бы так сказал. Я могу сказать, например, для примера, что во флексографии есть такая особенность, там стараются полноцветные изображения печатать в три цвета, то есть без четырех компонентов. Обычно это циан, мадженто, желто-черный. А флексография именно в силу того, что там совмещение печатных форм и качества очень сильно страдает при малейших нарушениях технологии, там стараются просто избежать четвертого цвета. Там есть такая специфика. Хороший дизайнер, специалист по флексопечати, он берет полноцветную картинку, четырехцветную, то есть из RGB преобразует в CMYK, а потом четырехцветную картинку он вручную преобразует в трехцветную. То есть он как бы один канал. Ну, я думаю, понимаете, о чем идет речь в общих чертах. Один канал из четырех, он заменяет, то есть он переводит информацию в три остальных канала и получается цветоделение на три цвета. Это нормально, для флексографии такая, ну, как бы, типичная достаточно проблема, да. Но это тоже делается по определенным законам, с определенным знанием того, какая там должна получиться сумма красок. А еще там есть такой параметр растискивания, то есть вот эти вот точки, из которых вкладывается растрое изображение, они очень сильно расползаются. Этот процент растискивания, он тоже надо учить, должен быть учтен для того, чтобы понимать, как цвет будет немножко, знаете, бледнее. Он же расползается, он, значит, становится какой-то процент бледнее. Поэтому нужно специально усиливать цвета на определенный процент для того, чтобы получилась насыщенная картинка. То есть флексография – это чудовищно сложная процедура. И вот это я к тому, что у меня однажды был заказчик, который выпускали творожные сырки, собрались выпускать. Творожные сырки, как вы понимаете, они упаковываются, ну, как вот Ростагреэкспорт, да, в металлизированную пленочку, а на металлизированной пленке как раз с помощью флексографии печатают, в отличие от бумаги. И вот я, поскольку вот к этому моменту я уже гордо могу сказать, я уже знал, в чем специфика готовки для печатной для флексографии, а в флексографии есть еще одна вещь, то есть не неприятность, а особенность. Там же печатаются не просто по металлизированной основе, а по белильному слою. То есть там пять цветов, на самом деле, смик плюс еще белила, которые подкладываются вниз для того, чтобы получить насыщенный такой матовый цвет. Вот хорошие дизайнеры, они используют отсутствие или наличие белильного слоя под цветом для того, чтобы усилить, ну, выразительность, скажем так, да. То есть если мы напечатаем наши четыре цвета прямо по металлизированной основе, этот металлизированный фон, он как бы будет немножко просвечивать цвета, знаете, вот получаются такие блестящие, солнечные. А если белила вместе напечатать, то будет более такая, знаете, точнее цветопередача, но такая немножко более сдержанная по цвету. Можно, например, делать такую хитрую вещь, под картинку класть, например, градиент белильный, да, от прозрачного к белилу, и тогда у вас вроде бы все в тех же самых цветах, например, там румянец на щеке, да, вдруг будет получаться или там глазу, глазки будут там синего цвета, допустим, но они будут блестящие, понимаете, а рядом будет, например, синий, но матовый, там, снежная какая-нибудь штука. То есть этим можно пользоваться. И я этим заказчиком жахнул, сделал там семь вариантов. Мне это что-то тогда хорошо как-то пошло. Чем-то я был открылён, видимо, может быть, как раз знанием этой белильной технологии. Я им сделал семь вариантов. Причём я как дизайнер, у них там была серия продукции, там, шесть или семь как раз разных сырков. Я им предложил семь разных стилей, разных вариантов. И им так понравился первый вариант, что они у меня купили все семь вариантов. Единственное, что я говорю, я только вас умоляю, вы никому не говорите, что это я как дизайнер вам сдал, значит, не серийную продукцию, а абсезия, да, в чём фишка, я-то имел в виду, что я им предложил какой-то вариант, они его выберут, и я грамотно в нужном стиле, там, в шотландочку, допустим, в барбаре, такой красивой, клеточку, там, всё это сделаю. И у меня получилось семь сырков чудовищно разных и просто вырвеглаз, такой получился. Но им все мои макеты понравились. Вот, собственно, в чём был предмет моей гордости. А получились они исключительно, знаете, дидактическая очень история. У меня это получилось, потому что я знал, что такое допечатная подготовка. Ну, шутки-шутки, но это правда, именно ровно так и было. Поэтому, друзья, собственно, опять же, вот повторю, весь мой пафос ровно к этому, да, надо знать допечатную подготовку для того, чтобы быть полноценным дизайнером. Работая над фирменным стилем, вы будете сталкиваться с полиграфической продукцией, а значит, с микром, значит, с печатью, значит, всё это деление, да. Работая, ну, разве что, знаете, веб-дизайнеры, да, вот, пожалуй, они обходятся без знания допечатной подготовки. Ну, по понятным причинам, да, потому что они работают только с тем изображением, которое РЖБ, которое на экране. Не дай бог этому самому веб-дизайнеру, у меня был такой не случай, потому что я, ну, с другой стороны шёл о полиграфии в области веб-дизайна, у меня был такой случай, когда веб-дизайнеру сказали, знаешь, ты вот у нас ведёшь сайт, слушай, сделай, пожалуйста, нам нужен такой буклетик для выставки, который будет, значит, в цветах нашего сайта. И всё, и он кончился, потому что возникла надобность из РЖБ преобразовать в ЦМИК, да, и не просто в ЦМИК, а ещё для широкоформатной печати, для плоттера широкоформатного, потому что на выставке там должен был быть стенд, и не только для плоттера, а ещё и для обычной офсетной печати, потому что нужно было делать визитки, нужно было делать полиграфическую продукцию, и он ко мне прибежал, я его спас, конечно, да, очень гордый собой. Но это, опять же, всё к тому же. Очень трудно вообще дизайнеру, ну, в каких ещё областях можно обойтись без напечатной подготовки. В интерьерном дизайне тоже, ну, понятно, что тоже, это может быть не принципиально, но как только возникает надобность напечатать архитектурный каталог, да, когда возникает надобность напечатать каталог, вообще любой способ для печати использовать, даже цифровую, даже на принтере, да, на обычном, вроде бы, цифровом, там тоже требует напечатная подготовка, понимание того, что будет с вашими цветами. Вот, собственно, и всё. Такая вот очень, мне кажется, простая и очевидная вещь, которую, собственно, я и хотел вам вот сказать в связи с вот этим всем. Здесь у меня просто вот эта вот картиночка, которая здесь на обложке, которую я решил использовать, ну, даже не на обложке, а в качестве этой подложки, да, для своей вот этой маленькой лекции, она из курса допечатанной подготовки, на самом деле, и на примере этой картинки рассматриваются в частности такие вопросы. Она, на самом деле, неправильная, она сильно неправильная картинка с точки зрения допечатанной подготовки. В ней есть очень много чего нужно исправлять. В ней есть пробои по белым, так называемые, то есть вот пустые белые места. Знаете ли вы, так я спрошу изящно, знаете ли вы, что нельзя, недопустимо, при печати растровых изображений оставлять пустые белые места? Это значение 255, 255, 255 РЖБ. А между тем это так, нельзя, потому что эти места при печати, они смотрятся, как, знаете, такие пустые, ну, мысые такие участки среди областей заполненной краской. Знаете, краска, она же имеет свой отлив, да, такой характерный. Поэтому обязательно некоторое количество процентов, какое, я вам расскажу, на курсе допечатанной подготовки, некоторое количество процентов суммарное покрытие обязательно должно быть. Провалов по черному должно быть. Да что такое провал по черному? Это достижение предельного значения суммы красок. Предельное значение суммы красок – это параметр, который связан с цветовыми профилями. Да, когда мы с вами собираемся что-то печатать, да, то что мы должны делать? Мы должны позвонить в типографию и спросить, скажите, пожалуйста, а какой цветовой профиль вы используете в вашей непосредственной типографии, да. Вам говорят, у нас профиль такой-то, но вообще можно его не ставить, но вы используете просто сумму красок такую-то. Соответственно, вы должны проверить, чтобы в ваших макетах, в ваших растровых изображениях не было предельного значения вот этого достигнута, этой самой суммы красок. Если это сделать неграмотно, то вся картинка становится серая, блеклая, очень некрасивая, да, поэтому это надо делать только вручную. А для того, чтобы проверить и сделать это вручную, нужно включить определенные инструменты для просмотра, предварительного просмотра тех областей картинки, в которых будет превышение суммы красок. Нужно перераспределить яркости в картинке, потому что есть такая еще одна проблема. Ну, этих проблем очень много. Вы же понимаете, наверное, что у меня курсы, эти вот подпечатные подготовки. Первые восемь занятий, да, и вторые еще шесть занятий. Я только про это рассказываю. Да, поэтому я не то, что сейчас пытаюсь вас, знаете, как вот забить вот невероятным количеством знаний. Я просто к тому вот вещь, которая вот на поверхности, что называется, понимаете, то, без чего невозможно работать. Да, и, в общем, вот эти вот перераспределения яркостей, оно тоже необходимо, потому что темное и светлое в печатных машинах воспроизводится не так, как на экране. Там воспроизводится оно нелинейно. То есть краски из темной области нужно немножечко, ну, грубо говоря, с помощью инструмента Curves перераспределить в области светлых тонов, из-за чего она на экране становится не очень красивой, из-за того, она будет правильно отпечататься в типографии. И так далее, и так далее. То есть я вам честно могу сказать, подытожив вот этот свой, так сказать, пафосный пламенный ритм, что я привык к тому, что люди достаточно уже профессиональные, достаточно долго работающие в дизайне, они, ну, если не со слезами, в общем, выходят, то, во всяком случае, они подавлены. Это правда, такое бывает. Вот как я сам, когда там пять лет назад, вот я был подавлен, но я был подавлен на протяжении года-двух, пока я этот курс набирал, совершенствовал, потом переделал, потом усовершенствовал. Сейчас я уже не подавлен, а сейчас я все больше и больше этого узнаю, и рад очень, наконец, что я все-таки заставил себя это все узнать, и мне приятно очень этим делиться. Но люди, которые несколько лет работали и говорят, господи, как я все без этого, там, эти три-пять лет обходился, и что же мне теперь делать, мне неудобно моим работателям в прошлом в глаза смотреть, это нормально, это довольно типичная такая ситуация. Вот, друзья, в общем, ответ на этот вопрос, зачем нужно знание, печатать подготовки дизайнеру, просто для всего. Ну, потому что, ну, правда, ну как жить-то, вот не зная каких-то базовых вещей. Это не больно, это не страшно, это поучительно. Опять же, поскольку для меня это все выстрадано, я это все рассказываю, как вот, например, их собственной практики. Это является очень важным таким фактором. Вот, теперь, если есть какие-то вопросики, я могу на них ответить. Вот Ирина, например, спрашивает, обучаю ли я построение профиля для печатной машины? Ирина, я обучаю, во-первых, пониманию того, зачем нужны эти профили, в каких ситуациях их использовать, как их использовать, как их строить, от чего они зависят, вот такой вот этот ICC-файл, откуда он берется, как его использовать. То есть там, если говорить коротко, то да. Другое дело, что, если говорить уж так совсем честно, надо понимать, что профиль для печатной машины я могу научить строить только на том компьютере, которым, грубо говоря, эта печатная машина подключена. Но принципом того, да, откуда этот профиль берется и как его сделать правильно, конечно, я это все объясню, расскажу с примерами, с практическими, да, какими-то вариантами сразу того, как это в системе устанавливается, как оно что-то влияет. Да, то есть это все мы обязательно разбираем. Это на первом уровне делается. Это потому что такие базовые, фундаментальные вещи. Вот. Если вы... Когда будет курс по флексопечати, рассылка будет, потому что... Ну, рассылка будет по всем, кто... Если вы здесь учились на курсах, связанных с или допечатной подготовкой, или с фотошопом иллюстратором, то наверняка будет такая рассылка. Я вот могу сказать честно, что я до лета его напишу и не просто напишу, а дам нашим менеджерам, чтобы вы просто понимали, что это означает. И значит, наши менеджеры его там посчитают, свою стоимость рассчитают, сколько он должен быть. Они отдадут в рекламный отдел его на реализацию, на то, чтобы его поставили в программу, чтобы там появились, соответственно, рекламные обращения. Видимо, к осени, но я думаю, что это было бы хорошо, если бы там в сентябре, в октябре уже появился бы этот курс, потому что народ на самом деле его ждет, если честно. Я просто знаю уже довольно много людей, кто ждет этот курс. Так что, видимо, он появится в расписании специалиста летом, я очень на это надеюсь, и набираться он будет ориентировочно на осень. А вот будет ли рассылка, это, говорю, зависит от того, занимались ли вы на курсах, связанных с графикой. Потому что понятно, что у нас рассылка делается, но такая не по всем, а такая тематическая достаточно. Вот. Такая вот будет история. Курс, скорее всего, будет, наверное, четыре занятия, может быть, шесть. Очень хочется сделать вот таким максимально прикладным, поэтому, видимо, у меня еще и по типографиям похожу, там пособираю кое-какие материалы. Хотя у меня сейчас материалов очень много, после того, как я в 2016 году съездил на полиграфическую выставку, Друпа, если должен, у меня расширился набор материалов демонстрационных, ну, будет еще больше. Вот, друзья, вот такая вот история. С какой базой? Да, уверенно в пользовательстве? Вы знаете, это хороший, это правильный вопрос, то есть насколько уверенным пользователем программ нужно быть. Там не требуется виртуозного знания. Знаете, скажем, на курсе там по ретуши в фотошопе требуется гораздо больше знаний, чем нужно для этого курса, да, потому что, ну, там все эти, знаете, маски, контрмаски, какие-то векторные элементы. Надо, ну, надо понимать вообще возможности фотошопа. В основном там ведь речь идет о довольно простых вещах. Это речь идет про фотошоп. Как настроить профиль, да, что такое, как сделать, я не знаю, там, сумму красок, где ее посмотреть? Нет, даже вот если в инфраторе, вот, как положено, сказали, строить вот такую заставку и распечатать ее. То есть, по идее, здесь никаких особенностей? Знаний не требуется. Надо просто, надо не бояться. Знаете, вот я вам честно могу сказать, как преподаватель, что самое угнетающее впечатление, это когда говоришь, ну, давайте нарисуем там в инфраторе прямоугольничек, закрасим его там каким-нибудь плашечным цветом. Ой, а где рисуют? Ой, а чего надо? Ну, чтобы вот этого не было, понимаете, потому что это угнетает, это очень непрофессионально. Ну, понятно, что такое бывает, и приходят девочки, которые стеснительно говорят, ну, я изучала там иллюстратор два года назад, вот забыла, конечно. Понятно, что ничего страшного не будет, понятно, что я научу, и у нас в конце концов... То есть кривые, видимо, не обязательно? Не, не обязательно. Если вы их не умеете виртуозно от руки рисовать, так и бог с ними в конце концов, да. Ну, просто понимать сам инструментарий, да, что вот это вот кривые, что там пёрышка, да, вот им там что-то рисуют, что там есть обводка, заливка. Да, ну, хотя бы вот эти вот вещи нужно понимать. Конечно, да. Ага. Слушайте, вот умение правильно принести к цивилизму, умение выставить баланс чёрного и общего. Избавляет ли это проблемы? Он открывает глаза на все следующие проблемы, я бы так сказал, понимаете. То есть если это знать, это, безусловно, очень многое, да, это будешь себя чувствовать уже спокойно. Но это далеко не всё, что нужно знать. Просто в процессе узнавания выяснится, что там есть, в общем, ещё куча других вот сопутствующих вещей, наличие которых просто даже не подозревал пока. Вот умение ICCP, это надо узнать. Ага. Это надо узнать, да? Это надо узнать, конечно. И не просто настраивать, а там в нужный момент его внедрять или не внедрять, конвертировать, да. Можно изобрать свойства, профиль, который просто выставит там Total Link и баланс чёрного. Ну, а это как-то будет коррелировать с профилем типографии? Надо сказать, я слышу, они, конечно, говорят, что они могут сказать, вы выставите свой, главное, чтобы там было сколько чёрного, сколько кто хочет. Они могут, так сказать, это в одна типография, а вторая скажет, что, знаете, проследите за тем, чтобы у вас стоял в портридциде. Там тоже самое не надо, что послужить в портридциде. Даже предлагается. Вот я, да, я к этому, к тому, что, то есть не просто свой профиль создать. Это понятно, что это полезный навык, да. Ну, то есть надо просто уметь ими управляться, то есть понимать, в каких ситуациях нужно то или иное. Или вам говорят там, внедрите цветовой профиль, а другие говорят, не внедряйте цветовой профиль. Надо понимать. Если вы это внедрите, то они посылают, да, и они обычно? Конечно. Нет, хотя они говорят, там, фугру 39, внедрите и всё хотя бы. Или там сумму краски, там, 280%, чтобы она была внедрена. Ну, то есть, в общем, надо понимать, не плавать, да, надо ориентироваться. Разный. Это оценивает дизайнер в зависимости от картинки. Но, опять же, прошу понять меня правильно. Не то, чтобы избавляются всегда, но это довольно типичная задача, когда не очень качественные печати могут попросить дизайнера сказать, слушай, давай попробуй сэкономить на одной из красок, уменьши количество цветов, если картинка наша... Потому что если у вас картинка, знаете, такая, все цвета радуги, там не избавишься. Но часто, например, для упаковки можно обойтись без одного из цветов или, там, минимальным его количеством, ну, в общем, будет, там, более-менее нормально смотреться. Еще я вопрос. Ага. Скажите, а как все-таки решили вопрос с шоколадным цветом? Ну, я ей просто объяснил, откуда он взялся, потому что выяснилось, что, во-первых, у нее все цветовые профили в системе стояли неправильные. Монитор не открыли. Ну, то есть, она вот это, как бы, всю линейку ей просто рассказал, она просто аккуратно, последовательно все это решила. Более того, они даже сделали потом таблицу по праву, потому что у них, они делали цветопробу на одном устройстве, да, в одном, и, соответственно, им казалось, что цвет нормальный, а потом при печати с другим цветовым профилем там была поправка. Поэтому они, нет, не из-за монитора, а из-за того, что они, цветопробное устройство не соответствовало конечному, да, и просто они сделали систему корректировки цветов, один раз распечатали, и там, в общем, все эти проблемы удалось решить. Я подробно относил эти коробки. Вот. На этот путь сложно пойти, молодой человек виден, что он уверен. Видно, да не впервые. Не-не-не, нормально, вот это как раз нормально. Это самое интересное, когда это все с нуля, когда вот эти вот испуганные глаза при словах... А я кое-что знаю... Ну, как мы все... Я уверен, что как все, да, про 300 DPI, там что-то такое, вот это вот, самые ЦМИ, да... Ну, я 300 DPI не знала, а то, что там, да, прошу, упечатающие, должны листы на 4 делиться, я пришла в типографию, он говорит, да ну что, это через скрепочку не пойдет? Да. Да вы что, я не знаю. Да, ну, я ведь его, думаю, вот тоже узнаю. Вот так все, собственно, и узнают, когда с этим сталкиваются. Нет, это нормально. В общем, короче говоря, для того, чтобы на этом курсе, на первом благополучно учиться, нужно знать Photoshop более-менее, да, уметь там какие-то простые вещи делать. Иллюстратор, InDesign, да, вот если вот это... Ну, минимально. Вот, опять же, надо просто понимать, как создать документы, открыть страницу, что там, где там, блиды, то есть эти, какие-то элементарные... Ну, опять же, просто не плавать, да, чтобы... Бывает, когда люди говорят, ой, а где тут создается? Документ. И о чем мне создавать? Там, book или library или документ, да, ну, какие-то элементарные вещи. То есть, ничего страшного. Я этот курс так ориентировал на людей, которые вот только недавно начали все это узнавать, да, и которым это нужно для того, чтобы в дальнейшем усовершенствоваться. Вот курс второй уровень для печатной подготовки, вот он уже сложный, он требует... Он даже не требует знания этих программ, а он требует хорошего понимания того, зачем это все нужно, да, потому что я обычно объясняю так, что вот если первый вот этот уровень, ДПМ-1, печатная подготовка, он для дизайнеров, да, которые хотят это понять, то второй уровень, это для тех, кто сидит в типографии и который принимает работы дизайнеров, потому что у них нет возможности... Они не дизайнеры вообще в прямом смысле, им не надо знать эти нюансы фотошопа иллюстратора, им нужно знать, как быстро проверить, им надо, да, вот эти все работы, и как быстро сделать сам... Я не могу с этим у нас, вот я не должна знать фотошопа, я должна знать, когда они... Правильно, совершенно верно, да, на втором уровне там изучаются вопросы, связанные с многополосными спусками, да, это вот когда на одной полосе, на одном листе нужно расположить там 32 полосы, чтобы они правильно там в голове, есть специальный софт, специальные программы, половина уровня вот этого, вот этого второго, печатной подготовки, там изучение вот этой программы, Кодек Примс, которая этим занимается, вот, так что и там разговор о другом, там разговор уже без всяких этих дизайнерских глупостей, там уже как бы так серьезно, да, да, и там даже мне приходится говорить некоторые вещи, извиняться, я говорю, знаете, на первом уровне печатной подготовки я там рассказал какие-то вот такие вещи, но теперь, друзья, я вам расскажу, как это на самом деле, потому что, ну, дизайнеров, чего их пугать, они все-таки нежные существа, я сам такой, поэтому я это очень хорошо понимаю, чего им пугать этими страшными цифрами, а если уже человек назвался специалистом по допечатке, да, на уровне типографии, он должен понимать, что вот эти все цифры, и там очень много всяких сложностей, технических тонкостей, в которых нужно ориентироваться, вот, такая история, так что приходите, очередные группы, скоро этот курс регулярно у меня появляется, советую, честно сказать, в очной форме учиться, наверное, знаете, да, что есть открытое обучение, есть очно-заочное обучение, или есть... А вот выходного дня это же очно? По-разному бывает, совершенно не факт, но, как правило, очное, да, если хотите, я могу просто сейчас там посмотреть, даже по расписанию, если вас интересуют какие-то конкретные курсы, я знаю, что вот допечат... допечат... У меня скоро будет... С 3 апреля это будет допечатная подготовка, очная, настоящая, полноценная. С 3 апреля на Бауманск это будет. А открытые обучения, приходите сюда и смотреть в монитор, да? Приходите сюда, смотреть в монитор, я буду сидеть здесь, если какие-то вопросы, тогда мы их вместе можем решить. Ну, в общем, обычно люди сидят просто на мониторе. Получается, тоже привязаны к вашему времени? То есть не в любое время? Если честно, то в любое, потому что у вас же ссылка на запись, которую можно большинство людей, обычно на второй, ну, самые крепкие, на третий день, когда с утра просыпается и думает, черт, опять тащится на эту таганку, думает, а что я попросил, вот же у меня ссылка. И они дома садятся, дома изучают. Это привязка ко мне только в том смысле, что есть там неделя, например, для того, чтобы я реально мог присутствовать, помочь обсудить какие-то самостоятельные работы, домашние, выполнение каких-то выпускных проектов. А остальное время все то же самое. Те же три месяца, которые потом можно сидеть дома и изучать точно так же. Так что открытое обучение, такое... Вебинары просто... Вебинары. Да, да. Эффективно? Эффективно? Это эффективно, во-первых, при высокой самоорганизации. Честно скажу, потому что если не очень круто, вот есть вот это вот как бы такое требование к себе, тогда эффективность сильно снижается, я честно скажу. То есть там надо очень так вгрызаться весь этот материал. Но в этом есть своя прелесть, безусловно. Именно потому что сам планируешь время, сам настраиваешь как-то у дома. Ну, здоровья, Наталья. А он долго длится? Сколько занятий? Допечатанный подготовка в первый уровень, восемь занятий. Да. Вот он будет... С третьего апреля. С третьего апреля, да, он будет, это по вечерам. Расписание такое. Вторник, среда, пятница. По вечерам, это значит с 18.30 до 21.30. Но вот из ближайшего это вот самый лучший. Я от души советую его проходить именно в таком вочном режиме, потому что это самое правильное, конечно. Так-то вон у меня тут будет группа открытого обучения. Собственно, Таня, у меня... А группа открытого, это что? Я точно не поняла. Да, вы приходите сюда, вам выдается ссылочка на прослушивание вебинарских записей. Моих же. Я только один этот курс веду, поэтому записи мои же собственные. Вы включаете один мониторчик, на нем у вас запись. Ставите на паузу, на втором... Вот, собственно, почему здесь по два монитора. На втором делаете... Сами пробуйте, что это делаем. Вот. Так что, друзья, вперед. Я буду рад вас видеть на всех курсах. И на этом, и на втором. Еще у меня есть практикум по допечатной подготовке. Я, правда, сейчас тоже переделаю. Вот. Ну, и на всех остальных курсах тоже. Наталья, на здоровье. Анна, на здоровье. Спасибо. И вам тоже удачи. Всяческих творческих и технических успехов, что очень важно в нашем дизайнерском деле. И на здоровье. Спасибо.